Те, кто постоянно следят за моим блогом, знают, что у меня много вопросов в адрес Алексея Навального. Сейчас я хотел бы обратиться к тем, для кого Алексей Навальный стал уже иконой, лидером оппозиционного движения, персональным Данко и так далее. Ответьте мне на простой вопрос. Вот я читаю нынешние новости. Тверской суд Москвы арестовал политика Алексея Навального на очередные 30 суток. На 9 сентября запланирована акция протеста против повышения пенсионного возраста. В связи с этим административный арест рассчитан исключительно на то, чтобы Навальный на акции не появился. А есть вот еще такая информация, которую я никак не могу осмыслить. Итак, в 2017 году Алексей Навальный в ходе повторного судебного процесса был приговорен Ленинским судом Кирова к 5 годам условно. Другого фигуранта дела Петра Офицерова суд приговорил к 4 годам условно. Обоим подсудимым также назначен штраф в размере 500 тысяч рублей. Таким образом, Навальный не сможет участвовать в президентских выборах в 2018 году. Все замечательно. Казалось бы, информация связана именно с участием Навального в президентских выборах. Но меня интересует другая строчка. Вот эта самая строчка по поводу «Приговорен к 5 годам условно». А насколько мы знаем, когда у человека условный срок, то при любом, при малейшем нарушении закона, то есть при любой ходке в милицию и так далее, условный срок превращается в обычный. Итак, мой вопрос, о котором я говорил. Господа, большие поклонники Алексея Навального, объясните мне, как это возможно? В России, где такие строгие законы, имея условный срок, 5 лет условного срока, Алексей Навальный спокойно садится на 20 дней, а потом выходит, садится на 30 дней и снова выходит. Почему его условный срок не превращается по закону, а это начало бы действовать в любой стране? Если с условным сроком ты что-то делаешь не так, твой срок превращается в нормальный, иначе нет никакого смысла в условном сроке, понимаете? Когда людям дают условный срок для того, чтобы он сидел тихо и вообще ничем не занимался, чтобы ходил по стеночке и, не дай бог, окурок никто месть бросил. Вот что называется условный срок. Но в случае с Алексеем Навальным, как ни странно, этот закон вообще не срабатывает. Объясните мне, что происходит? Почему Алексея Навального беспрерывно арестовывают, но и при этом благополучно отпускают? И дальше. Вам кажется не странным, что на самые крупные акции, которые призывает выходить Алексея Навальный, именно в момент этих акций он находится где-то? Ну, сейчас нам говорят, что он будет под очередным арестом. Люди соберутся, а Алексея Навального нет. Можно, конечно, все свалить на власть, но постепенно, с каждым разом, это становится все более подозрительно. Скорее всего, таким людям, как Алексею Навальному, не хочется, чтобы, не дай бог, протесты переросли в что-то массовое. Потому что ему не хочется отвечать на вопросы очень многих людей, как часто, как долго мы будем выходить здесь махать уточками или какими-нибудь плакатиками и кричать «Долой, долой, мы здесь власть!». Алексей Навальный тот человек, кто почему-то заводит публику, но в последний момент исчезает. Он почему-то, в отличие от Пашиняна, если вы помните, как было это в Армении, кричит «Людям не отбивайте меня, не дай бог, от милиции дайте милиции благополучно донести меня до автозака, дайте им посадить меня в автозак, а дальше, ребята, идите своей дорогой, ну а я тут как-нибудь сам». Одним словом, если бы Алексею Навальному на самом деле хотелось что-то изменить, вы понимаете, что он действовал бы сто процентов по-другому. Ну а люди почему-то мало задумываются об этом и в очередной раз из Алексея Навального создают образ мученика. А на самом ли деле он является мучеником, или всего лишь это человек, который создает видимость некой оппозиционной активности? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова